Астана Астана Впрочем, у казахстанцев все же теплится надежда, что подписание трехстороннего договора по каким-то причинам вновь сорвется. Ведь 1 мая ожидаемого и сильно распиаренного шага не произошло. Александр Лукашенко неожиданно дал задний ход. И на то у расчетливого белорусского батьки были причины. До подписания договора о союзе остается совсем мало времени. Возникает вопрос, с чем мы придем к этому событию. Сегодня уже сформировался круг вопросов, по которым мнение сторон, к сожалению, расходится. И перечень этих вопросов настораживает. Следующая дата подписания назначена на 29 мая. Народ не знает, как удержать своего престарелого, взорвавшегося елбасы от необдуманного шага. А ведь в случае интеграции Казахстан потеряет независимость, которой так долго добивались. Сейчас, можно сказать, в таком вот ни шатко-нималком состоянии Казахстан рвется в союз с Россией. Поэтому, вообще, именно сейчас подписывать этот договор, 29 числа, если наша власть подпишет этот договор, это будет предательством национальным. Участники встречи пришли к выводу, что Евразийский экономический союз – ничто иное, как политический альянс трех диктаторов. Наглое внедрение того, что вызывает у людей лишь отторжение, уже привело к тому, что антиевразийская волна накрывает Казахстан. О количестве противников слияния можно судить хотя бы по фотографиям пользователей Фейсбука. Если человек в марлевой повязке, он однозначно против ненужного союза. Казахстан